проснётся. Потому что у меня была фобия, я даже когда укол вижу, меня прямо трясёт от капельницы, а тут целые роды, всякие шнуры, трубки и так далее. Но меня разочаровали и сказали, что, деточка, во время Кесарева ты всё равно будешь в сознании, и вот это понимать, что там всё ковыряется, вообще, это ещё хуже. В общем, я не знала, что делать, путей отступления не было, и, в общем, я ужасно боялась родов, и я благодарна одной женщине, Раиса, может быть, вы уже слышали о ней, это женщина, которая энергетический развод делала со старыми связями, вот поле твоё очищает, она работает с подсознанием, закончила университет подсознания, и мы с ней буквально за одно занятие проработали мои фобии. Откуда они вообще идут? Ещё выяснилась неожиданная история, это в подростковом возрасте зародилось. Я хочу что сказать, вот искренне, что от одного общения с ней у меня пропал страх родов. Я как на праздник подошла, никакого Кесарева, я собиралась никакой бедуралки не делать. Когда у меня воды дома отошли, муж там приехал, вот такой трясется весь, я спокойно слушаю аффирмации, хожу по дому, а он и будто трясёт от страха, он боялся всего просто. Я говорю, надо было тебе с Раисой поработать в таком состоянии. Я приезжаю в прудовом абсолютно на лайте и релаксе, у меня только тогда начались схватки по чуть-чуть, но я собиралась их терпеть сама. Но слава Богу, я хочу сразу сказать, особенно когда вам ставят заранее, что ребёнок будет крупный, да и вообще всегда это может быть всякие нюансы во время родов. Мне сказали, Милан, ты не знаешь, что такое роды, и эти схватки это пока цветочки, будут чаще, будут дольше, будут больнее, а ты нам нужна будешь на родах. А у тебя сил не останется, пожалуйста, сделай, пожалуйста, сделай. В общем, я согласилась. Провалялась, прокайфовала, консультацию по СЮЦАИ моему акушеру-гинекологу провела, она уже идёт ко мне на марафон, очень приятная женщина Маркова Юлия Евгеньевна. И в общем, мой муж такой даже, ой, да я так и на родах останусь, хотя он не собирался, потому что ничего не было страшного. Но даже с эпидуралкой, конечно, когда ребёнок, извините, 60 сантиметров и 4-300, я ощутила прелести родов. Но я считала это нормально, и как бы, что в этом такого, и считаю, что у меня лёгкие роды. Оказывается, они не были лёгкими, там позвали ещё врачей на подмогу, муж бедный, просто я его успокаиваю. Я ему показывала, там в коридор выбегал, вот так трясся, я ему туда показывала, мне не больно, не переживай, просто распирает, врачи его успокаивали. Вы такое видите? А я его поддерживала на родах, а не он у меня, понимаешь? А там, знаешь, он, конечно, сказал, я на родах не буду, но там такая история, дверь открыта, туда-сюда ходишь, ты даже не понимаешь, когда ты уже в родильне, а когда ты уже в коридоре. И он как-то туда-сюда протусовался, и хочешь, не хочешь, роды застал, но когда он слышал там меня, и что мне тяжело, он бедный, он забыли, мне показывала, а я, мне его было жаль, это было очень мило, он просто скосил всех врачей, они у него влюблены, вот, но, опять же, я считаю, у меня были лёгкие роды, вот, и всё, ну, конечно, офигели от её размера, она побила рекорды лапина, абсолютно все, ну, не в вете, слава богу, она родилась раньше положенного, потому что, если бы она родилась в срок, мне бы ставили кесарева. А первое твоё ощущение, когда ты увидела? Я первое слово сказала, когда я увидела, папа, типа, у копии, папа, он уже забежал, вот, когда уже услышал, что её вытаскивает, тогда он уже вернулся, да, и он такой, он, знаешь, он не был в покое, он пока, вот, он не увидит ребёнка, я всю дорогу была уверена, что всё будет отлично, ну, конечно, было тяжело, но какая-то уверена, что всё хорошо, Раисочка моя золотая, вот, а этот вот такой, вот, когда увидел, что вот она уже есть, и всё хорошо, он расслабился, ну, он, как, то, что на него поможет? У него слёзы, я опять на него, короче, рожал он больше, чем я, вот, ну, это всё очень мило и круто, когда папа рядом, на самом деле. Вот, и единственное, я бы никогда не взяла маму, потому что вот эти мамины переживания, и, не знаю, ну, мою маму точно я бы не взяла. Вот. Почему, да, родила, сама как раз про это рассказываю. Ну, у меня годы отошли где-то в пять, в семь, пока мой муж носился, как шарик от пинг-понга, быстрее, быстрее по квартире, я спокойно слушала термаловцы, собрала вещи, у него была истерика просто. Вот, вот мы к восьми приехали, у меня уже было расслабление, три часа ночи где-то примерно я родила. Вот. Ну, сколько это, я не знаю, с каких пор считать. Ну, девять часов я рожала. По поводу, по поводу, нет, сохранять не буду, у меня муж такой достаточно сдержанный товарищ, и наверняка он посчитает это слишком откровенной информацией для мам, поэтому пока на работе, могу поделиться. Насчет, какие варианты имени были, вы знаете, у всех, наверное, есть какие-то любимые женские имена, и у меня они были, но как только я забеременела, они все исчезли из моей головы, во-первых, во-вторых, все, что я предлагала мужу, все критиковалось, и у меня вот не было вот до конца, знаете, что вот это имя моей дочери. Я отпустила этот процесс и поняла, что имя придет, просто оно в какой-то момент придет. Четвертый месяц не приходит, пятый месяц не приходит, шестой месяц не приходит, и вот на седьмом месяце я спала, и в восемь утра у меня прямо отсинение, я прямо на кровати скакиваю, говорю, Селена, ее будут звать Селена. Начинаю мужа гудить, говорю, а в чем дело, я говорю, Селена, Селена. Я говорю, красивое имя, первое имя, которое он не полил грязью. Он, знаете, как сел, опровергал, но ничего не предлагал, я вот обожаю такую. Это как Селена, наверное, развиваешь? Слушай про вселенную дальше, он такой, а красиво, я говорю, запомни, и мы оба заснули. Потом, когда он проснулся, такие, классное имя. Но это, кстати, хорошо, потому что моя родственница сделала ошибку, она на рулоне туалетной бумаги, понимаешь, на холодильник приклеила, и каждый член семьи, кто мимо проходил, писал пожелание по имени. Понимаешь, письмо это из простоквашины, хвост опал, потом вот это дядя Федор, в общем, письмо получилось ужас. И у него была такая дилемма, как назвать. Мы просто вот решили, всем сказали, своей семье, и всё. И проходит время, пару буквально дней, и ко мне приходит домработница туда, за городом. Она очень классная женщина, узбечка, она не очень хорошо по-русски говорит, но такая, слушает мои эфиры, занимается саморазвитием. Это просто шикарно, я её прямо обожаю. И она гладит, и такая, Милана, а что вы в эфирах постоянно говорите? Селена, 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 селена то, может, селена это. Я вот так на меня смотрю, думаю, неужели я могла сказать имя в эфире? Ну, я бы не стала такой. Она такая, в смысле, я это говорила? Она говорит, ну, селена это, селена то. И я понимаю, что она перепутала слово с вселенной, понимаешь? Поэтому, да, так и вышло, так и вышел наш хэштег про селена. Вообще, селена это богиня луны, судя, это, селена это, мне сейчас костюм мне привезут, зодиаком рыбы, и название селена, представляешь, дизайнеры, дизайнеры этого костюма увлекаются астрологией. И там про селену написано, что селена это одухотворение, это видение цели. Короче, это всё, что мне нужно, что я хотела бы, чтобы мою дочь было вложено. Там очень хорошие позывы. Сейчас боюсь обмануть, надо перечитать. В общем, куча нужных слов означает селена. Но имя пришло само. До того, как я вообще, я никогда в жизни, я единственную селену знаю, селена Гомес, и то она в одно слово у меня. Селена Гомес. Нет, я никогда не говорила. А я даже не забыла. Селена Гомес, селена Гомес. Вообще не было. Александровна подходит. Да, селена Александровна. Спасибо, спасибо большое. Столько слов приятных. По поводу салона. Нет, я не в салоне, у меня моя Анечка. Мы с ней начали с самого необходимого. Если селена удаст, закончим маникюр. Я уже вижу эти ноздри там, что ворочатся в коляске. Кинзу, конечно, это же очень вкусно. Давайте, ребята. Понимаете, Наталья, мы все любим. Я, кроме каш. Ты вот посмотри, какой шикарный, Наталья, сон в руку, шикарный утюг, который парит и все уже, и шторы, и одежду. Мой муж поехал, когда я была в роддоме, чтобы все отпарили от диванов до занавеса, чем, естественно, белье, так детская, постельная, кроватку. И он купил просто человека, такой манекен, который занимает кучу места, кучу денег. И можно теперь только рубашечки парить. Сразу видно, что человек не занимается глажкой вообще. Не очень. Теперь еще на него место ищу. А, у вас пришло имя, когда лежал все. Ну, я боялась, конечно, на такой степени откладывать. И потом я чокнутая мамаша, я люблю свое такое имя, имя, имя. У меня там на каждой подушечке ее имя написано, на всяких сосках, там, сям. Поэтому... И вы знаете, я из тех людей, которые... которые за то, чтобы делать все заранее. Вообще, принято на Кавказе, во всяком случае, ой, заранее ничего нельзя, покупать нельзя, говорить нельзя, там, это нельзя. Я говорю, а почему? Вот почему? Бог дал душу. Все будет хорошо. Твоя задача, эту душу принять, стелить ей дорожку, говорить, что ты ее ждешь, что ты ее любишь. Это все равно, что... Мам, позвоните, вот я с Горголь, с дачи приехала. Мам, я приеду на обед. Ну, хорошо, приедешь, я тебе его приготовлю. Пока не буду ставить. Ну, вдруг там умрешь по дороге. Понимаете? Это из этой категории. Так вот, к чему я? Что я стала готовиться супер варанье. И то все равно до сих пор мне что-то доводит, доводит, доводит. Я не представляю, как вот это все сделать, когда у тебя уже ребенок. Вы, кстати, как, заранее или не заранее покупали? Буду рожать через три месяца. И ужасный смайлик. Идите к Раисе, просто получите удовольствие от этого волшебного процесса. Поработайте, выделите на свое, да, состояние внутреннее. Это же очень важно. Это ребенку передается. Позанимайтесь с собой, действительно. У вас есть няня? Да, у нас есть няня, которая сегодня сказала, я хоть погулять-то с ней выйду хоть раз. Есть няня, которую я не подпускаю пока к селению. Ну, а что ты уже мою колбасятина? Она кроме мамы... Правда, она на папу, кстати, реагирует всегда. Есть, но наша нянечка нам помогает очень сильно по дому сейчас. Кстати, вот я опять же вспоминаю кавказских невесток, которые обязаны в 6 утра мести перед забором, даже не двор, а перед забором, чтобы соседи знали, какая хорошая невестка в доме. Как можно родить ребенка и успевать дом привести в порядок? Там еще еда, чтобы... Это, я не знаю, это какие-то другие люди, наше вот старшее поколение, им честь и хвала, они умудрялись это делать. Окей, не я. Жаль, что в Латине не такие хорошие медперсоналы, как врачи-акушеры. Очень редко когда-то хорошие медсёстры. У меня была Курочкина, хорошая. Я помню, что мне её рекомендовали либо там вот в директе кто-то. Но, честно, я, ну так как я не ждала пока родов и думала, что у меня еще есть время, я не выбирала. Я бы, если бы Марковой сказала, что вот, 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 вот. Я думала, мне бы её предоставили. Но всё окей, она была квалифицирована, она была в меру строгая, то есть она меня, ну, это самое, дирижировала, что тоже хорошо. И на родах я поняла, что помимо Сусю-Кусю, конечно, нужен врач, который может в определенный момент жесткость проявить, потому что иначе, ну, это не шутки, да, надо поймать момент правильный. Вот. Не упустить его точнее. Ну, этого врача тоже позвали, зверевая, кстати, мне она очень понравилась. Понравилась мне на родах. А я к ней ходила, я же обошла троих, прежде чем выбрать врача. Когда я ходила к ней на консультацию, мне показалось, она такой жестковатой, суховатой, а я выбрала, что меня по коленке гладили, моя девочка моя хорошая, ваша я рачку в этих делах. И вот мне нужна была психологическая поддержка. Ну, вот так как я поработала с Раисой, я была уже абсолютно разряжена и спокойна ко всем процессам. И вот звереву, она прямо нужную лекту в нужный момент несла. Ей тоже огромная благодарность. Какие варианты имени у меня были? Ну, мне нравилась Оливия, мне нравилась Лея, вот что-то я люблю вообще в буквы Л, Элана, какая-нибудь Миланя мне нравилась. Но, опять же, до тех пор, пока я не забеременела девочкой, потом вот то, что взять и вот именно это имя прилепит, вот не было внутреннего какого-то, да. А Селена, которая в жизни не думала, не гадала, вышла. Милана, здравствуйте. Недавно на вас подписалась. Благодаря вам стало легче вашим эфирам. Муж абьюзер, 9 лет, у него одни долги, унижают меня, не ценят. Я ухожу от него трое детей, очень хочу уехать. Во-первых, я рада, что вы на моей странице. Я вам рекомендую продолжить углубление в эту информацию. Пожалуйста, мой онлайн-марафон вам очень поможет, если вы начнете это применять. Трое детей, это потрясающе. Муж абьюзер, ну давайте так, нет хороших, нет плохих. Он тоже проходит свой путь души. Второй вопрос, где вы в этом сон? Если вы не счастливы, станьте счастливы. Если вы не способны сегодня, да, сегодня, хотя, может быть, вы сможете себя проработать, и ваша энергия поменяется настолько, что и муж поменяется. Это так и есть. Но если нет, унижает, шму унижает. Почему? Почему свою жизнь вы должны тратить на такие, не на такого козла, ни в коем случае. Он опять же, нет хороших, нет плохих. Просто на такие ощущения. Идите смело в счастье. Там то, что для вас счастье. Вот и все. Дети вам будут только благодарны, поверьте. Вот так, так, так. Вы в салоне? Нет, не в салоне, я дома. Так, так. Имя Милана очень красиво. Да, мне тоже очень нравится. Моё имя красиво. Вообще, оно всем нравится. Всегда будут комплименты, кроме Италии. Когда я переходила границу, они очень смеялись, потому что у них по-итальянски Милан – это Миляно. А моё имя – это Миляно. Они так говорят. Они такие, типа, «Уват?» Что за шняга они имя? Спасибо. Куча приятных слов. Спасибо большое. Вы на грудном скармливании. Да? Да. Очень удобно. Я вот сейчас как представила, что каждый раз вставай, парь эти бутылочки. Не-не-не-не-не. Я слишком ленива для таких вещей. Ваше интервью такое классное. Да, реально, очень крутое интервью. Без ложной скромности скажу. Посмотрите. Вот сейчас у меня ссылка в шапке профиля. Это вторая ссылка. Вторая часть. Там больше мы обсуждаем такие насущные проблемы, как нету сепарации от родителей у парней, у сорокалетних мальчиков. Всё равно, как мама-папа скажет, что люди скажут. Я люблю, он идеальный, но вот мы не вместе и мы в этом не виноваты. Как женщины по 10 лет волочат эти старые истории и не встают на свой божественный путь судьбы и счастья. Ну, многие-многие насущные проблемы там обсуждаем. Как взять ответственность, выбор на себя. Послушайте. Полезно. Делитесь репостом, потому что другим тоже полезно. Может быть, кто-то там себя узнает. Может быть, кто-то задумается, начнет делать другие выборы по жизни и придёт к другим результатам, станет действительно счастливым человеком, у которого душа на месте. И поверьте, нам всем с вами на руку, чтобы общество состояло из таких людей. Когда вам не будут в пробках материть мать, в паспортном столе плевать вам в лицо и закрывать окошко, когда... А у нас перерыв! Знаете, без одной минуты, когда ты подошёл. Вот. Поэтому способствуйте тому, чтобы люди... Что нужно? Тазик. Ха-ха-ха! Это тазик, это просто фаталик. Что мы делали в тот раз? Я говорю, салатник, кастрюля, что делать? А что мы делали в тот раз, я пытаюсь помнить? Я не помню. Ну, давайте ведро какое-нибудь, может быть, чёрное. Вон там... А, там же есть этот набор. Ну, а что делать? Давайте... Да ладно, лучше, чем еда. Давайте туда. Всё есть, ты мне только ну, тазик они. Вот. Это вторая часть. Такая ремарочка была. Отступление. А первая часть, там же, на ютубе вы найдёте очень было много как раз из духовных практик, как прийти к такому состоянию, когда ты внутренне успокоился, сбалансирован, чувствуешь силу, воодушевление, энергию на то, чтобы действительно делать по жизни то, что ты решила сделать. Как принять правильное решение, как быть в энергопотоке, как это фантастически меняет жизнь. То есть, вот в первой части я больше говорила об этом. Честно рекомендую послушать обе. Что за шум у вас? Педикюр. Здорово. Почаще проводить эфиры по возможности. Интересно узнать о вашей родине, традициях. Спасибо. Вы, видимо, из новеньких. Я сама из Абхазии. Я родилась там. У меня папа Абхаз, мама грузинка. Но у нас была война Абхаза-Грузинская в 92-м году. И мы переехали жить в Россию. И папа остался там, туда-сюда. А потом, 10 лет, я переехала жить в Абхазию к отцу. Я была такой патриот, обожала своего отца и сказала маме, что настоящие Абхазы должны жить на своей родине. Там прожила до институтских времен. Потом вернулась в Москву, закончила финансовую академию при правительстве Российской Федерации. Ни одного дня не работала экономистом. Занималась совсем другими вещами. Вот. И теперь занимаюсь тем, чем занимаюсь. Сама в шоке, если честно. И все мои знакомые думают, где так лявится. Самые охеренные результаты, честно. По-моему, в этом ведре им присылались тот раз. Анечка, ты не голодная? Нет. Кофе-муфе? Еще одна причина купить ТАСС. Еще миллион восьмая причина. Что-то что-то хотела сказать. Что сейчас появится у вас? Да слушай, с этим ТАССом каждый раз все, ТАСС, купить ТАСС. Что эта девушка просыпается? После рождения все купил муж. Нет, я вообще... Вот я мужа попросила парогенератор купить, он купил мне манекен, который занимает полквартиры. Не-не-не. Я такой фанат, если вы видели видео, вот где мы с Еленой домой приехали, там полистайте, там видео. В этой косе детской кроватки каждый тон и полутон у нас четырех цветов. Чайная роза, ваниль, молочный и четвертый забыл название. Я подбирала все. Мобиль в ней из Абхазии, ручную работу, очень красивый, с буковкой С. Я тоже решала, С по-русски или С по-английски. Это у меня два дня, я думала, балеринка. Я подумала, наверное, она будет русоволосая, как папа. Это балерина, это она. И реально ноги, руки у нас балеринские. Вот. я очень запаренная, поверьте, обувь жизни, это бы не выдержала и не сделал бы, и еще, и не удовлетворил бы меня. Вы проходили какие-либо подготовительные курсы будущей мамы? Я, как обычно, всегда залетаю в последний вагон. Вот так же я на девятом месяце взяла курсы гипнороды с Анастасией Ивановой. Мне понравилось. Вот их я и слушала, пока мой муж, как шарик от пинг-понга по квартире, носился в истерике, что роды начались. Я пыталась дослушать, что там надо делать дыханием, когда схватки, что-то надо делать дыханием. Ну, хочу что сказать, что все прекрасно, но там в основном, ну, не в основном, а там удар на естественность и на естественные роды нет. Ну, либо я не до такой степени умею гипнотизировать себя, либо я бы могла попасть в очень большой риск, если бы не сделала эпидуралку. Поэтому, ну, честно, я за эпидуралку просто ногами, руками, это просто кайфуешь. Мне туда чай в родильную, принесли шоколадки, потому что я не успела дома покушать и была очень голодная. Я только и думала о еде, если честно, но я в своем стиле. И самое смешное, что когда я родила хачапуры мамины, прямо, это она дома их испекла, я говорю, мам, на всю родильную, там медсестры, я сейчас говорю, у меня слюня, медсестры, врачи, и уже, сейчас хачапуры приедут, нам прямо в родильную заносят, там хачапуры, лимонады, всякую еду, и мы там все вместе кушали, я на столе мужа, приходящий в себя после родов, а кушерке, в общем, было очень в тему. Волшебный процесс, ну да. Можно ссылку на Раису, которая мне помогла избавиться от фобии, у меня наверху, в хайлайтах, есть раздел учителя, там я делюсь людьми, которые мне нам и сейчас помогают, и вообще в процессе становления, да, вот такое повышение духовного плана, по узким своим запросам помогли, и вот там есть телефон Раисы, можете смело обращаться, говорите, что от меня, я двойка, я не могу выбирать, Аня, ты что, что она хочет сейчас от меня, вот как вы считаете, сейчас до вечера будем сидеть, это на ноги, какой непрозрачный из них, вот два, вот эти два, розоватый и бежеватый, бежеватый, слишком желтый, да? Не, он не желтый, он, наверное, вот что-то такое будет, как этот плед, а, как этот плед, да, что-то такое, давай один попробуем, когда достанем желтоватый, если что, возьмем розоватый, вот, и там есть контакт Раисы, либо там, ну, в директе напишите, но в директе, боже, я уже боюсь говорить эту фразу, там такой взрыв, а мама по прозоранию, катастрофически против, была с первым, в итоге, за неделю с огромным кузом, еле-еле, мама, папа, дедушки, бабушки, вы, родители, вы решайте, у меня сейчас тоже начинается по воспитанию, нет, вот это надо делать, а вот в наше время вот так делали, а это делайте, как вы считаете нужным, вообще во всем своей жизни, и в этом тоже, я получала удовольствие от покупок малыша, я получала от всего, кроме, где надо слишком много выбирать, потому что я число сознания 2, и мне сложно выбирать, и из-за выбора я теряю много энергии, вот, и еще вот эти вот мелкие вещи, от клизмочки, до ваточки, до каких-то весов, часов и так далее, просто мне уже рожавший список дали, я отдала его своей помощнице, и сказала, просто, бог в помощь, неделю, я тебя не трогаю, ни по каким вопросам, просто умоляю, закажи это все сама, чтобы мне все доставили, и мое золото, Катюша решила этот вопрос, потому что это чокнуться можно, сколько этих мелких вещей, надо купить, нет, я не могу на это тратить время, буду рожать в конце марта, уже все купила, и все делегировала, умничка, у вас есть тройка, в числе дате рождения, мне кажется, да, Селена, очень сильное имя, я, так, так, так пол России успевает, жесть у вас тратится, да дело не в строгости, это вот про то, как невестка должна, да, а про вот эту излюбленную фразу, что люди скажут, что невестка должна быть такой вот идеальной хозяйкой, чистоплотной, рано встающей, все успевающей, никогда не устающей, в рот родителям смотрящей, мужа, да, то есть ласково обращающих, да, мужу мозги не делающая и потрясающая мать. Конечно, в конце у нее уже волосы над верхней губой, которые она не снимает, понимаете, превращается в гусыню, и потом у мужа потрясающая молодая любовница, и часто не одна, поэтому так себе уклад жизни. Ну, давайте брать, что в начале эти традиции зарождались, когда? Когда все жили вместе, всегда была помощь, подмога на самом деле, там, сестры, мужа, та же свекровь, еще кто-то, кто-то с ребенком поможет, кто-то по дому поможет, ну, невестка, да, это вот последняя в пищевой цепочке в семье, это такие планктон, китовые какашки, и только потом вода. Ну, такие у нас традиции, у абхазов так вообще. Еще одна причина им была не выйти замуж за абхазов. Так. Сейчас твои друзья, наверное, в абхазе и слушают, скажут, скажут, не, 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 сейчас мальчики тоже получше стали, и, знаешь, с детьми вообще у абхазов не принято брать детей на руки. То есть мой дед гонял моего отца, если то, вот мой папа, если с моим братом, да, на руках там хотелось, чтобы мой дедушка прям палкает на него, типа, ты что, некрасиво? Ну, есть такая фраза по абхазке, это значит, что если ты ребенка на колени посадишь, он с твоим усом начнет играться, а усы, это же, типа, была, ну, твоя гордость. Ну, типа, дети, да, к папе нет. А потом мой дедушка таскал моего брата, и папа такой говорит, ты, говорит, нас на руки в жизни не брал, а вот внука берешь, он говорит, внука можно, а вот сына, типа, нельзя. Поэтому традиции такие. Но сейчас другая тенденция, что мальчики, что очень мило выглядит на самом деле, постоянно с детишками гуляют, там, мамам помогают, а мой брат вообще потрясающий отец, за что тоже. Вот мой папа над дедом смеялся, а брат сейчас был в Абхазии, они первый раз возили ребенка, и он там, видимо, утром одевал ее в этот, знаешь, babyborn кенгуру, и там по морю, ну, у нас, открываешь калитку, наш двор, это Черное море, мы живем на берегу моря, и там по берегу шатался, и кто-то из соседей донес пахану, видимо. Ну, и серия, ой, какой у вас милый сын, как мило гуляет с ребенком, может быть, по-хорошему, может быть, специально с подковыркой, и папа такой, ты не можешь вот так вот, как нянька там, с ребенком не ходить, при абхазских соседях, там в Москве гулять, камон, вахтанг тарма, да, то есть, вот это вот, смеемся, смеемся над родителями, потом такие же становимся. Соска всему голова. Нет, соски, кстати, Селена не хочет, и я не приучаю, зачем оно надо. Милана, здравствуй. Так, у меня ребенок днем спит, только короткий сны, с чем может быть связано? Может быть, он не доедает просто. Моя, вчера мне принесли весы, она ест уже, как ребенок, несколько месяцев, по количеству. То есть, они должны там, новорожденные есть, грамм 60, она и хочет под 100. Поэтому. Помнишь эмоции, когда узнала, что будет девочка, поделись. Это вообще отдельная история, потому что я узнала, что у меня будет девочка на Бали, я была, на Бали, я была на ретрите, это был январь 20-го года, соответственно, 13 месяцев назад, и там был один человек, энергет, Олег, он тоже, кстати, там у меня в хайлайтах, в учителях. И он тогда еще мне сказал, что я выйду замуж, что я помогу очень многим людям в этой жизни, женщинам, он сказал, что я за берегу, что у меня вот ребенок за плечом, а я мечтала о девочке, я хотела удочерить, ну так я думаю, трехлетнего, уехать жить в Америку, там ее воспитывать, там туда-сюда. Почему-то мне казалось, что это вот именно такой мой путь единственный. В итоге, а я такая, девочка, а я ее удочерю, да, он такой, он улыбается, он говорит, это будет твой ребенок, я говорю, а это племянница может быть, там, типа, брат, он такой, ты дашь ей невероятное воспитание, а я говорю, Оксфорд, а я говорю, я что буду такая богатая, что она будет у меня в Кембридже, в Оксфорде, кто-то меня посолил, типа, ты где здесь, духовный ретрит? Он говорит, нет, ты дашь ей именно воспитание, знание, мироздание, невероятное. А я такая на него смотрю, я в такой же, по жизни в тот момент, из каши в голову, я так на него смотрю, какие знания, мироздание, кто бы меня вообще на путь истины поставил? Вот. И он мне это все сказал, думаю, чокнутый бедный этот, ну, хотя бы приятные вещи говорить, пусть говорит. И про картину с пенами сказал повесить. Типа привлечение личной жизни, гармоничных отношений в жизнь. Ну, картину я повесила, думаю, ладно, кушать не просит. Но самое главное, что, я продолжила работу над собой. То есть, после этого ретрита, я меня так перевернула, я вообще, во-первых, стала пескотарианкой. Здоровое питание, ранние подъемы, ходьба по 12 км в день, дыхательные практики, постоянное обучение лекциям, изучение себя, расширение сознания. Это все вообще не про меня ни разу в жизни не было. Вот 32 года у меня все перевернулось, и слава Богу. И когда через 6 месяцев я хотела оборвать телефон, когда звонится на Бали, и сказать этому человеку, кто ты такой просто, потому что за 6 несчастных месяцев из дна все вот так преобразовалось. Я пошла учиться на сюцай. Вообще не собиралась, конечно же, становиться мастером, там других учить. Все это превратилось, уже я не успевала проводить консультации индивидуально. Мне звонили там, откуда хочешь, по миру. Я стала вести онлайн-марафоны, столько людей стало приходить, столько стало благодарности сыпаться. Я встречаю мужа в карантин, без инстаграма, без ресторанов, там, знакомлюсь, да, развиваются отношения. Я тоже там сделала вовремя правильные решения, потому что жизнь меня проверила. Но я уже заранее с порядком в голове была. Сделала правильный выбор, правильное время и развернула всю ситуацию наших отношений. В итоге я выхожу замуж там за пару месяцев. Пишу в карте желаний, которые у меня всегда сбываются, что я хочу, чтобы мой муж, хотя я не думала, что это будет он, дело было не в этом, сделал мне предложение, а это было списать желаний на три месяца в мае. У отца попросил мои руки с кольцом и такая, аж сама себя не поверила, зачеркнула, думаю, какой у отца, отец в Абхазии, карантин, граница закрыта. Это нереально, говорил мне мой мозг. Это было 5 мая, когда я писала. У меня есть фотография, 11 июля стоит мой отец, мой муж, мой брат и я. И он сделал мне предложение с кольцом у моего отца попросил руки. Поэтому я сейчас горю, и в очередной раз кайфую от того, какая жизнь чудесная, и мы можем ее просто сочинять себе сами. Главное, работать с головой и с энергией своей, потому что она все это замутило мне. Вот. Ну, естественно, я выхожу замуж, мгновенно беременен и после всех этих совпадений вопрос пола у меня даже не стоял. Я просто дозвонилась до Олега, что Олег вы понимаете, что вот это, вот это, вот это, вот это, вот это, все сбылось. И да, я беременна. Я только улыбнулась. Ну что, как ее назовешь? Я говорю, да, конечно ее, кто бы сомневался. Вот такая вот история, как я узнала мой пол. А потом, потом, я такая хитрая мужик, говорю, а давай мы с тобой типа на родах, знаете, как в кино. Ой, у вас родилась, здоровый там или моя девочка. Я говорю, давай тогда узнаем. Он говорит, давай. Типа мне все равно, кто будет, а это уже мало, кто будет. Я говорю, ну или там на крайняк вот это гендер-пати, это когда вот шарик там протыкают и там либо розовый, либо голубой, или торт разрезают. Я говорю, давай поедем к твоей семье знакомиться, там можем сделать эту вечеринку и как раз узнают все пол. В общем, он был согласен на все до тех пор, пока мы не пришли на УЗИ. У меня есть шикарная УЗИстка, которая на 12-й неделе, во-первых, делает тебе свидание с ребенком. Ты как будто уже ребенка на руках подержал. Вот так она сладко все расписывает, показывает, рассказывает. А во-вторых, она на 12-й неделе называет пол и никогда не ошивается. У нас есть уже статистика, все мои через нее прошли. И мы идем к ней. Она хорошая УЗИстка. Она там расписала, показала. Мы уже там в млеем сидим. Она говорит, ну что, родители, вы хотите узнать пол вашего очаровательного малыша? И мой муж, да, да, сейчас же говорите. А я такая, ну мы же договорились, там кино, роды, туда-сюда. А он такой, нет, говорите мне сейчас, но я же не буду спорить. Я специально на него смотрела, я знала, что она скажет уже. Я на него смотрела, а не на него посмотреть реакцию. И вот она сказала, девочка, и он просто, он так обрадовался, у него прямо расплылось лицо. Я понимаю, что папа наш рад. Ну все, супер. Вот, поэтому официально мы вот так вызвали, что девочка. Пожалуйста, я вопросы читаю с опозданием выполнены. Подскажите, пожалуйста, как рассчитать дату свадьбы? Есть прекрасный календарь. Вот тут у меня стоит, вот на верхней полке, я не знаю, его не видно, бочком. Это календарь СюЦАИ, в котором выделены все дни, в которых можно и какие нельзя подписывать любые договоренности. Семейный союз, кредит, фирмы, открытия, покупка машины. Вообще все, 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 именно где вы пишете свое фио и роспись. Все, что написано пером, не вырубишь топором. Он маленький, неприглядненький, но очень, очень нужно. Каждый мой день начинается заглядывание в него. Уже у всех моих родственников и мужа на работе он стоит, и они им пользуются, потому что цифры, это люди придумали, но за ними закодированы энергии, планеты. И очень важно, что вы в ячеечку, рядом со своим именем, какую энергию вы заложите. У вас есть этот процесс, и, конечно, в Семейный союз в том числе. Поэтому я вам рекомендую этот календарик приобрести, он стоит совсем недорого, но ценность его огромна. Пусть все ваши заключенные договоры, договоренности работают по жизни на вас и на успех ваш. Поэтому этот календарик тоже там, вверху в хайлайтах, есть инвентарь. Зайдите, вот там есть календарь. Весь инвентарь можно заказать у моей помощницы Катюши. Ее номер телефона должен быть там вроде как указан. В этих хайлайтах. Если нет, пишите директ. Доставка по всему миру, отправка, объяснение календаря, как им пользоваться, все-все-все-все-все, Катя. Запись на марафон тоже к ней, естественно. Милана, скажи, пожалуйста, при беременности часто хочется по маленькому, или это нормально? Часто хочется. Чем больше живот, тем чаще. И кажется, что сейчас вообще просто. А на самом деле нет. Да, это просто ребенок. Давид. Кто по национальности очень красивый. Ну, я не счет для женщин с пятидневной укладкой и с отсутствующим сном со дня рождения моего ребенка, потому что я на адреналине таком. Я вообще не сплю. Вообще. В роддоме она у меня после родов я сразу ее к себе забрала. С тех пор не отдавала. Дома я с ней. И я человек. Что самое удивительное. Так что спасибо за комплимент. Ой, Господи. Завтра стартую на вашем марафоне. Мои дорогие. Enjoy. Самое главное, помните, это делать. Не надо только послушать, только воодушевиться и кайфануть. Мне тоже тяжело. Да, вот. Анечке тоже подарила мой марафон. Заставить себя. Особенно в этот день начались лютые морозы. Знаешь, и вот это вот 12 километров, ну 8, ладно, 12. Мало кто ходит. Ходить тяжело и прочие практики. Но на самом деле именно действия меняют наше внутреннее состояние, нашу жизнь. Конечно, слушать лекции полезно. То есть в голове какие-то вот перенастройки происходят. Ты в какой-то определенный момент жизни сделаешь другой выбор, верный, правильный, руководствоваться с другими вещами. Это круто. Слушать это вот всегда, да. У меня в машине вместо рэпчика лекции. Я вот гуляю с ребенком, слышали лекции. Дома могу находиться. Это все играет. Никого не заставлять вообще даже нет. Заставлять. Такая тихо, фоном, знаешь, цинь-цинь, капля-капля-капля, как китайская пытка на другого мозга. На максимум. Вот. Но делать надо, конечно. Практики, практики очень сильно. Что делают практики? Практика тебя меняет внутреннее состояние. В первую очередь гармонизирует, стабилизирует, успокаивает эмоциональный фон. Потому что все наши ошибки и выборы, и действия от наших мыслей. Все мысли от эмоций. И когда мы, как натянутая струна, реагируем на каждый, муж сказал не так, дело какое-то там вовремя не успевается, кто-то кинул на бабки, что-то там рассчитывало не получилось. Когда мы начинаем эмоционально расплескиваться на все это и реагировать, вот тогда мы превращаемся в заезженных лошадок, несчастливых, делающие импульсивные выборы, какие-то непонятные откуда взявшиеся поступки, потом в ахере от этих результатов, не знаем, как их раскрутить. Все начинается от того, что наши эмоции не в покое. А в покое дают практики. Вот и пересчитайте, стоит их делать или нет. Я тоже хочу присоединиться к вашему марафону, вы шикарный мотиватор, так здорово, чем вы занимаетесь, астрология, это очень интересно. Спасибо большое. Единственное, я не занимаюсь астрологией, я занимаюсь цифровой психологией человека, суцай. Это то есть в том же дате рождения закодированы энергии, которые правят вашим психоэмоциональным состоянием, вашим вектором эго, вашими решениями, вашими действиями. То есть мы все это те энергии, что у нас заложены. Мне кажется, это как правильно жить. Да. И на марафоне, во-первых, ты узнаешь о себе, во-вторых, ты можешь послушать о своих близких, сотрудниках, семье, ухажерах, какому угодно. А во-вторых, что самое главное, там даются, вот почему суслая поменял мою жизнь, там даются конкретные инструменты. Вот что тебе лично надо делать, чтобы выйти за рамки данных при рождении энергии. То есть вам дается что-то, там есть и плюсы, и минусы. И ты можешь быть по ту, по ту сторону по жизни. Где-то чаще, где-то реже. А есть система сверхчеловека, когда суслая учит, как выйти за эти рамки. Вот тогда самая крутая история в жизни начинается. Господи, идите-ка врачу, зачем у нее страшно, по-моему, ну ничего страшного, спросили и спросили. Ну отстаньте. Еще и от беременной девушки. Белеменная женщина это святое создание, не хватя на ее дикие, гормональные, что угодно, энергетические. Творец с ней напрямую связан. Поэтому будьте особо шепетивны, аккуратны в отношении к женщине, когда она вынашивает новую жизнь. На вашем курсе будет о том, как увеличивать свою энергию? Конечно! И вообще энергия наша все. Поэтому я, естественно, бы не проигнорировала. Так, Анечка, если мне надо куда-то вертануться, крутануться, чтобы сюда дотянуться, это вообще не проблема. Так, что нам нужно сделать? Нам нужны две розетки? Да. А вот вторая. Не, не, одна розетка нужна. Просто поближе, чтобы лампа не было. А, лампа. А что у нас там, зачем тебе? А здесь просто сядешь и сразу вот, видишь, как удобнее. А, я поняла. Не может сидеть, как бы, знаешь, не очень просто. Тогда давай мне мою ортопедическую подушку. Моя Юля, какая ты красивая. Она, правда, по-моему, чуть-чуть на меня стала сегодня похожа. Да, она была сразу на нос похожа. Да, да, серьезно. Копюлечку. Но нос точно. Нос? Да. Я по всей операции. Но у меня не было кавказского шнона пока. Вы примерно такой. Ну, сдернутый, да, я его моляю. Байгужова и Байгужова. Не дать, не взять. Так. У кого, если не секрет, у Кавказа традиции такие. Так, на вашем курсе, да. Так. Именно в этом интервью узнала о вас. Приятно вас слушать. Благодарю. Все. Особенно круто, что полезно. Так, вот так, да? У нее нету на ягодицах темного пятнышка. И пятнышка, не знаю, но копна волос есть. А пятнышка не вращали. Не посмотри. А что это значит? Ну, это, ну, это как, типа, вот, знак, что она принадлежит вот к темному, кавказская. А, да? Да. Я зашла. Интересно. А муж, а муж такой на этом, как оно называется, рентген, на УЗИ, скажите, пожалуйста, а каковы шансы, что ребенок будет, ну, не совсем кавказской внешности? И вот, когда она родилась, я говорю, сто, сто процентов вас устроит. Так боялся, что будет кавказская, я говорю, что это, наколдовался. Сильнее, не знаю. Сильнее же должна быть, да? Соответственно, кавказская сильнее, где? ГДЕ там все. А мне УЗИ еще на четвертом месяце, говорит, боже, какие длинные ноги у ребенка. И она такая, ну, это в маму. И он такой, а он же у меня сам, такой стройный. И он так, знаешь, на столь, и такой, ноги, типа, вообще-то, папа тоже длинный. И она каждой УЗИ говорила, что ноги длинные, и вечера говорила, что в маму ему плохо остановилась. Это она лопает. Я? Ничего, она не прогадала с этим. Селедочка, все правильно сделала, возьми мамины брови, буду тебе счастье. Все остальное, хочешь, бери папину. Волосы бери мамину. Да. Волосы-то, волосы уже мои. Волосы уже мамины, да. Да. И на этом, как бы, мамочка, спасибо, ты свободна. Подождите еще. Мне кажется, в девочке все равно папа больше всегда. Ну, я копия папы. Но в манере вообще не, ну, мой папа и дети, человек, который говорит, что я похожа на маму. У моей мамы шикарные глаза, огромные, зеленые, вот такого размера. Зеленые, это классно. Я говорю, мам, ну, ты крохоборка, конечно, могла бы поделиться глазами. Главное, у моего отца зеленые, у матери зеленые, у брата зеленые, у меня, обыкновенные коричненькие глазки. Ну, нельзя было зеленые глаза взять? Зеленые, я сухие, конечно. Смелана, можно вместо тебя отвечать, как мама троих детей, ходить по маленькому часто во время принципов, что это нормально? А, мы еще на этой теме. Как стать на путь своего счастья? У вас есть личная консультация, не покупая курс по СЮЦАЙ? Нет, курс по СЮЦАЙ, есть учеба СЮЦАЙ, чтобы стать мастером. Это отдельная история, вы можете написать мне, я могу быть вашим куратором, наставником. Это для тех, кто хочет профессионально получить эти знания. Что касается онлайн-марафона моего авторского, он основан на моих знаниях СЮЦАЙ. Он проходит онлайн, он групповой. В нем есть чат, в котором отвечают на все ваши вопросы я и мои мастера СЮЦАЙ, у кого я наставник, они кураторы этого чата. Если вдруг случается так, так, что мы там мажем? Ой, мамочки! Вот этот. Что после марафона вам все-таки хочется индивидуального разбора, причем, ну, на индивидуальной консультации все равно есть дополнительные вещи важные, такие как предназначение, матрица. Вы можете это сделать с любым из кураторов за вообще смешные деньги. Это было 5 тысяч рублей, но сейчас, я надеюсь, они уже поднимут цену хотя бы до 7. Потому что это очень мало для той пользы, которую можно получить. лично я консультации не провожу, я не успеваю, поэтому со мной можно пройти в марафон и после меня можно пройти с мастером всю цель. Ну, вообще за недорого. Вообще просто за недорого. 7 это у меня консультации в последнее время стоили 20, чтобы вы понимали. Поздравляю с рождением принцессы. Спасибо, спасибо большое. Мое число в сознании 3, я почти все знаю, почти ничего не делаю. В этом ваш подвох и испытание.